Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 1 июля и я прошла по огороду, чтобы посмотреть и показать вам, какие томаты поспели у меня в открытом грунте. Конечно, в первую очередь поспели скороспелки. Вот это яблоки на снегу. Они поспели, они у меня посажены в двух местах, поспели и здесь, и в другом месте. Они очень много завязали плодов, но поспели не все, а единичные экземпляры. Ой, у нас плохая погода. Ну хотя, даже единичные экземпляры для начала июля, для сибирского региона и для такого года, как нынче, это очень хорошо. Второй сорт, который поспел уже сегодня в открытом грунте, это ринет. Сейчас я постараюсь до туда дойти, он просто далеко отсюда посажен и покажу вам. Спелые помидорки ринета я нашла сама случайно. У меня загущенные посадки, и я когда начала их вот так укладывать, чтобы они ветром не сломались, я обнаружила, что там глубоко внутри, сейчас раскопаем, уже лежат спелые помидорки. И это не на одном кусте, я все раскапывать не буду, но там тоже в гущене. Вот самые первые плоды у ринета поспели. Так что вот эти два сорта у нас рекордсмены в открытом грунте. Ринет и яблоки на снегу. Причем поспели те экземпляры, которые были высажены в грунт до похолодания, про которые есть видео, что они пережили все заморозки. Вот видите этот ринет. Там, где ринет посажен пореже, плоды видно. Плоды видно, но они почему-то еще не поспели. Ну как, хотя их много, они не поспели, обильно завязались. А те, которые загущенная посадка, вот где вообще их не видно, эти помидорки, там почему-то именно там у нас лежат спелые томатики. Хотя они вообще, до них не достает солнца. Ну вот парадоксы. Такие парадоксальные явления встречаются в огороде. Тем, кто все-таки высаживает у себя на участке скороспелые сорта. Хотя многие их не воспринимают серьезно, потому что они мелкие, потому что они не такие, как не такие сочные, не такие несистые. Но согласитесь, что кушать в начале июля спелые томаты, даже пусть они и мелкие, это очень хорошо. Особенно если у вас детки есть. Если вы сами любители ранних посадок, вот вам на заметку два сорта. Ринет и яблоки на снегу. Эти сорта вы можете в этом году у меня выписать. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Все о заказах семян. У меня написана подробная статья, которая размещена в статусе. Набирайте. Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. В этом году буду рассылать 80 сортов томатов и скороспелых, и крупноплодных, сибирской серии, морозоустойчивых, всяких-всяких разных. Все в течение лета буду показывать. Кто добавляется в друзья, делаю автоматически рассылку. Все о методах посадки, ухода за этими томатами я все-все вам расскажу, чтобы вы знали уже на будущий год, что вам ожидать. Какие из них будут рано, какие поздно, какие будут крупные, но мало, какие будут мелкие, но много. Томаты нужно садить всякие разные. И тогда у вас будет непрерывный конвейер томатов с самого раннего лета, как сейчас, и до самой зимы. До свидания.